И к другим темам. Сызранский депутат назвал мошенниками активистов, указавших на нарушения в его магазине. Народный избранник и по совместительству бизнесмен вступил в словесную перепалку с представителями местной организации «Скорая молодежная помощь», которые провели в торговой точке контрольную закупку и установили факт продажи спиртова несовершеннолетнему. Правда, с методами общественников предприниматель оказался не согласен. Скандальное видео активисты разместили в интернете, а выявленными нарушениями уже заинтересовалась полиция. Наши корреспонденты выслушали мнение. Здесь происходит мошенничество, что вот главный мошенник, который вот этого мошенника сюда привел. Я могу вас подать заявление. Пожалуйста, пожалуйста. Факт предоставить, что я мошенник. Как и что не ехать. Ясно и понятно. Мне очень видно, что вы аффилированные лица. Ему все очень видно. И то, что активисты общественной организации «Скорая молодежная помощь» якобы мошенники, и то, что полиция с ними заодно. Мы в зоник. Сейчас на тот опыт. Будем разбираться, кто у нас здесь в полиции или оборотни в погонах пришли, которые фальсификацией дел занимаются. Так закончилась проверка в одном из сызранских магазинов. Разбираться в ситуации к общественникам вышел сам владелец торговой точки. И все бы ничего, молодых людей таким поворотом событий не удивишь. Но на этих кадрах местные бизнесмены и по совместительству депутат Александр Неронов. Вы сядете, уважаемый. Вы его арестуете. Потому что это мошенник. Вы видите, что съемка производится. Почему съемка производится? Потому что здесь все уже заготовлено. Вы понимаете? Замолчите. Я вас не слушаю. Мне не интересно. А вот сам депутат, точнее его предпринимательской деятельности и выявленные активистами нарушения в его магазине, теперь очень даже интересны полиции. Как сообщили в пресс-службе областного главка, сейчас по указанным фактам проводится проверка. Ту самую встречу активист Константин Третьяков сегодня вспоминает в деталях. Мы как бы пришли в этот данный магазин на русском рынке. Действительно несовершеннолетний подошел, спросил у продавца алкоголь, шампанское он купил. Она у него посмотрела паспорт, не убедилась, что ему нет 18, и все равно продала. Все, материал собрали, он продавщица запретил подписывать какой-либо протокол. Сам же Неронов уверен, вся ситуация была спровоцирована, а он выводил мошенников на чистую воду. Факт продажи алкоголя в его магазине несовершеннолетнему, правда, не отрицает. Они подбирают человека, не совершается, вот, по большому счету, если бы не было этого пакта, вот, не было бы этого человека, этого подосланного, то и не было бы нарушения. А так его создают искусственно, это нарушение. Сам по себе закупщик, он явно выглядит не на 18 лет, он выглядит гораздо старше, понимаете или нет? Ну, паспорт-то у него спросили? Кто-то спрашивает паспорт, кто-то не спрашивает паспорт. В данной ситуации паспорт спросили, паспорт посмотрела. Был год нормальный, был месяц нормальный и осталось там дней 5-7 до день рождения. Впрочем, это уже не первый скандал, в котором замешан депутат. Его коллега Михаил Мулюкин, к примеру, рассказывает, в порыве гнева Неронов даже угрожал ему расправой. В Думе в самой, то есть в самом здании, так сказать, вот этот вот кандидат, руководитель партийного отделения, депутат городской Думы, он позволил себе угрозу, мой адрес, оскорбление, матными словами, присутствие администрации, депутатов, коллег, так сказать, по цеху. После чего мною было составлено заявление в органы. Председатель Сызранской Думы Сергей Ананьев от громких заявлений воздержался. Этично, неэтично, сложно мне сказать об этом, потому что мы все бываем в разных ситуациях. Осуждать ли его, выступать ли в поддержку его, я сейчас не имею никакого смысла. По мнению Ананьева, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы. И если уж они вину народного избранника усмотрят, то обязательно примут меры. Татьяна Потоцкая, Артур Коньков, Сергей Костин, Новости губерния, Сызрань.